Здравствуйте. Кстати, наше сегодняшнее мероприятие называется «Год обезьяны человека», но про человека речь была, про обезьян речь была, про обезьяны человека пока как-то не очень было. Ну и, собственно, я этот пробел восполню и расскажу про обезьяны человека. На самом деле антропология в немалой степени и палеоантропология в том числе начались с открытия именно Homo erectus, человека прямоходящего. Ну не только с него, понятное дело, еще до открытия пятикантропа было открытие неандертальца, были найдены карманьонцы, но именно открытие пятикантропа было такой значительной вехой, потому что карманьонец, это в принципе понятно, это сапиенс тот же самый, ну древний как бы здорово. Неандерталец, он, конечно, древний, но в принципе на человека довольно сильно похож, поэтому были все эти измышления, наверное, знаете про то, что это там русский казак, который от Наполеона убегал, что там еще что-то такое, но в принципе понятно, что он тоже человек, у него большие мозги, у него довольно сложное орудие, и жил он по тем понятиям 19 века, в принципе тогда же, когда и другие пещерные люди, то есть там плювиальный период, да, или там ледниковый период, а вот открытие пятикантропа стало гораздо более мощной вехой, потому что это именно что обезьянный человек, неспростая Жень Дюбуа, который он нашел в Тренили в 1890 году, первый зуб, ну потом в следующей находке, назвал его пятикантропус, ну и собственно вот пятикантропус это и есть обезьянный человек, потому что пятик это обезьяна, антроп человек, и это послужило таким звеном на тот момент недостающим между собственно обезьяной и человеком, поэтому неспроста во всех первых работах про пятикантропа он сравнивался с одной стороны с шимпанзе, с другой стороны с современным человеком, кстати говоря, в первых работах про пятикантропа неандертальцы как раз как-то не особо-то использовались вообще, потому что с самого начала было понятно, что это скорее всего что-то более-менее тупиковое, а вот про пятикантропа речь была, что это именно такой промежуточный, другое дело, что в первых работах конца 19-го, начала 20-го века, там представления об эволюции были еще довольно туманные, понятное дело, потому что находка была первая вообще в принципе, и представления о современном человечестве тоже были не самые как бы четкие, поэтому сплошь и рядом было такое замечательное сравнение, скажем, орангутан, пятикантроп, гаттинтот и француз, например, да, вот, и это вот эволюционная такая замечательная линия рисовалась, но параллельно возникали еще другие всякие мысли, ну, сам Эжен Дюбуа и многие другие параллельно считали, например, что человек произошел непосредственно в Азии от азиатских человекообразных обезьян, ну, а, собственно, азиатские человекообразные обезьяны это орангутаны и гиббоны, вот, поэтому возникла в числе прочего такая идея, что, дескать, вот этот самый пятикантроп это гигантский гиббон, причем это было не в том смысле, что это тупиковая линия какая-то экзотическая, да, а именно что это предок человека, что просто люди произошли от похожих на гиббонов существ. Собственно, Эжен Дюбуа нашел довольно много, если посмотреть архивные фотографии, где он на фоне находок, у него веранда дома там была, и там просто все завалено костями, большая часть костей, понятно, была животных, и что характерно, не все из них до сих пор разобраны, то есть он нашел столько, что часть коллекции до сих пор разгребается, и сегодня в самом конце я еще про это тоже скажу, но в числе прочего он нашел для начала два зуба, которые внизу показаны, после этого на протяжении многих лет спорили вообще, чьи это на самом деле зубы, потому что вот этот, например, какой-то уж очень такой морщинистый, ну а повышенная морщинность эмали это какой-то подозрительный признак, потому что, например, у орангутанов тоже очень морщинистая эмаль на зубах, а орангутаны, в общем-то, там водились на яве, но сейчас их там нет, но раньше они были, и поэтому некоторые считали, что может быть это орангутане зубы, но недавние вот исследования показали, что все-таки это действительно пятикантропы. Ну, кроме этого, он нашел обломок челюсти в кедунг-брубуси, это не трениль, это рядом другое место, обломок челюсти, ну такой не самый, конечно, выдающийся, но тем не менее. И самой, конечно, сенсационной находкой стало обнаружение черепной крышки и бедренной кости. На самом деле, часто так представляется, что это прямо-таки от одного человека, вот это далеко не факт, то есть даже с наибольшей вероятностью, это два разных совершенно человека, может быть, они жили и не в одно и то же время, но вот по последним данным буквально там прошлого года, датировка этих находок где-то около полумиллиона лет, что создало некоторые проблемы на самом деле, потому что до этого момента, вот до прошлого года фактически, тренильские находки датировали с временем примерно 800 тысяч лет. Но про эти проблемы я еще потом не упомяну. Значит, когда Дюбай это дело нашел, он обнаружил, что тогда цифр не было вот этих тысячах лет, но было сравнение с фауной, то есть было понятно, что это было очень давно. Потому что это очень древняя фауна. И самое главное, что он сделал выводы, что череп принадлежит человеку с очень маленьким мозгом, череп очень приплюснутый, лоб покатый, надбровные дуги очень мощные, стенки сходятся наверх, так что явно ширина была где-то внизу на этом черепе. Но правда челюстей у него не было, ну вот было там два зуба и обломок, ну как бы там по ним не сильно много чего скажешь. Но при этом одновременно бедренная кость, она вполне себе современная по строению, то есть она древняя по времени, но современная по строению. И в принципе в строении этой бедренной кости чего-то такого суперархаичного, строго говоря, нет. То есть при большом желании можно найти там какие-то особенности, там чуть-чуть потолще картикальный слой, еще что-нибудь такое, но это все в принципе мелочи. То есть на фоне шимпанзе, горилла, рангутанов, это вполне себе такая человеческая кость. И то, что она принадлежала прямоходящему существу, вопросов никаких с самого начала не вызывало. Ну это можно установить по куче всяких параметров, по диаметру и наклону шейки бедренной кости, по относительным размерам головки, по ориентации мышелка внизу, там и так далее, там по пилястру на задней стороне. И благодаря тому, что понятно, что это двуногое было существо, Жен-Дюбла назвал это существо петикантропусоректус. И тем самым подчеркнул, что он был именно прямоходящий ректус, потому что до этого на самом деле предлагалось название петикантропусоректус, гипотетическое название, когда еще костей собственно не было. Геккель предложил название петикантропусоргалус для вот этого промежуточного недостающего звена человек бессловесный, алаус, который говорить не может. Но насчет говорения здесь как бы был вопрос, тем более, что уже и Дюбла, и последующие исследователи обратили внимание, что, конечно, мозг-то маленький, и в принципе ясно, что это как бы не совсем еще человеческий. А с другой стороны, в том месте, где у человека находится на мозге зона брака, отвечающая за моторику речи, вот у этого самого петикантропа есть некоторый бугорочек, как бы такой пупырышек. Ну, учитывая, что это опять же конец 19 века, и там идеи всякие френологические бродили по полной программе, это было прямым указанием, что, скорее всего, он таки говорил. Сейчас можно в этом сомневаться, потому что там какие-то бугорочки и пупырышки на мозгах, они не обязательно что-то отражают на самом деле, но, по крайней мере, для того времени это было совершенно прямое указание, что, скорее всего, они говорили. И Дюба обнаружил вот эти находки в Тренили, но были, ну, хотелось больше, естественно. На самом деле, больше было найдено уже тогда, вообще-то, но это не сразу стало ясно, потому что потом уже среди вот этой фауны, привезенной с Явы в ящиках с костями животных, были обнаружены так называемые лейдинские бедра, несколько бедренных костей, ну, обломанных на концах, то есть там практически только центральные части, которые тоже принадлежали тем же самым эректусам. Вот эти лейдинские бедра, их там пять штук, ну, вот они потом уже изучались, но в тот момент они где-то в ящиках лежали. Что замечательно, самые первые реконструкции черепа пятикантропа, они, надо сказать, были сделаны очень хорошо. Вот эта вот реконструкция, которая ближе ко мне, это из статьи, собственно, самого Дюбуа, ну, там чуть более поздние, чем самые первые статьи, но тем не менее. А вот та, которая подальше от меня, это реконструкция, сделанная уже Герасимовым, в середине 20 века. Ну и, как видите, по большому счету, разницы какой-то особо принципиальной тут нету. Ну, там немножечко форма нижней челюсти отличается, но надо сказать, что у Герасимова были уже в распоряжении черепа масса всяких разных других людей, нижняя челюсть в том числе. У Эжена Дюбаа была только вот эта черепная крышка и все. Никакого лица, нижней челюсти не было. Ну, вот здесь видно более таким темным цветом. Зубики нарисованы, но это все, что у него было. И тем не менее, он реконструировал это практически идеально. То есть, по большому счету, современные реконструкции черепов-пятикантропов на основе черепов, где уже есть лицевой скелет, ну, там в частности есть один из них, можно им помахать, показывают, что реконструкция идеальная. Слава науке называется, потому что это говорит о том, что возможности методов реконструкции, они велики даже при очень ограниченном количестве информации. Если быть нормальным анатомом, нормальным морфологом и представлять, как взаимосвязаны разные элементы скелета друг с другом, то можно реконструировать все, что угодно. И вот это вот тому живейший пример. Это к вопросу о том, что часто довольно звучит, дескать, у антропологов совсем мало данных, они много придумывают, они много чего реконструируют. Вот тут было придумано фактически все. Вот то, что ниже здесь, это все придумано. И тем не менее оно оказалось действительностью. А когда у нас сейчас есть целые черепа, тут уже даже придумывать ничего не надо, и реконструировать приходят какие-то там совсем маленькие мелочи. Ну, допустим, на том черепе, там нету затылка найденного, но его долепили, потому что есть куча других черепов, в которых затылочная часть известна. На самом деле уже с первых самых находок, кроме, собственно, морфологии, стало известно еще некоторые особенности, но возвращаясь к предыдущей картинке, бедренная кость, вы могли обратить внимание, имеет какое-то такое странное разрастание на верхней части. Довольно много пытались предложить вариантов всяких, почему бы оно такое могло быть. Предлагалась всякие там болезни, связанные с обменом веществ, с отравлением химическими веществами, но наиболее вероятной причиной было отравление фосфором, потому что на Яве много вулканов, это вообще вулканический остров, там постоянно что-то извергается, и при выбросах фосфора можно получить отравление. У людей и овец, например, где-нибудь в Исландии, которые в аналогичных условиях попадали, этот элемент ели, у них тоже возникают разрастания, причем часто на этом же самом месте, потому что это место не случайное, там крепятся определенные мышцы. Так что пятикантроп стал жертвой извержения вулкана в каком-то смысле, это как бы первое было его несчастье, а второе его было несчастье в том, что его потом съел крокодил на самом деле еще. Потому что здесь вот на такой фотографии как-то не очень может быть видно, но тем не менее вот видно. Тут есть следы зубов, крокодилях, может быть, оно было взаимосвязано. То есть ясно, что с таким разрастанием, наверное, он хромал, ну и тем более на костях это на костях, но это же отражается и на мышцах, и, наверное, не на одной ноге, а на двух. И ходил он как-то там не очень здорово, но крокодил этим делом воспользовался. Но в последующем стали появляться новые находки и появляться всяческие реконструкции, в том числе. Ну вот я показал черепа. Первые реконструкции изображали обезьяны человека, как скорее именно что обезьяна человека. То есть это фигура, сделанная скульптором Ватагиным, который много налепил всяких скопаемых зверюшек и людей. Его работы можете, я не знаю, как в Питере есть или нет, но в Москве они есть в Палеонтологическом музее, в Дарвиновском музее. Ну, можно в интернете посмотреть. Вот эта чучелка в настоящее время стоит в Институте антропологии МГУшном. И в Дарвиновском, по-моему, она есть. Ну, то есть он ни одного такого сделал. На самом деле там есть еще страшнее, там есть такие, которые чуть ли нечетверень как бегают у него. Но тут, как видите, у него руки до колен, он, конечно, в таком согнутом положении, с классической, конечно, палкой. Александр очень любит эту тему. Сгребая как-то так непонятным образом, значит, очень по-обезьянски камень. Ну, и с немножко дебильным выражением лица, потому что он примитивный, ему, в общем, положено. Но, тем не менее, на двух ногах, что характерно. Хотя, если присмотреться, тут, конечно, не очень здорово видно, но большой палец у него там торчит, в общем, не как у шимпанзе, конечно, но и не как у человека. Но эта реконструкция достаточно старая, понятное дело. В последующее время появились другие методики, ну, и вот в частности Герасимов, о котором я уже говорил, вот реконструировал птикантропатак. Ну, правда, реконструировать по черепной крышке лицо, это немножко как бы смело, понятное дело. Но, благо, потом появились новые находки. В 20-х и 30-х годах 20-го века в Китае, в Джоу Каудяне, Дэвид Брэк, Франц Вейденрейх и многие другие исследователи, Пэй Винчжун, местный, значит, китайский антрополог и там другие люди открыли огромное количество находок так называемых синантропов. Были обнаружены несколько более-менее целых черепов, ну, правда, там, опять же, остались от них в основном черепные коробки, но остатки лица тоже были, количество нижних челюстей, так что удалось реконструировать в том числе и целый череп. Были найдены и некоторые другие кости, но, правда, с такой хитростью, что черепов найдено много, 12, по-моему, всего, ну, таких более-менее целых, нижних челюстей тоже достаточно, а вот длинных костей, костей, там, скажем, позвонка, позвонков там и так далее, до крайности мало. То есть там одна плечевая кость, там пара блунков бедренных, что-то там еще такое, ну, например, там позвоночника, ребер, лопаток не было вообще. Вот, это некоторые создает проблемы, потому что возникает вопрос, а куда все остальное делать? Потому что фауна там есть на самом деле, то есть есть огромное количество костей животных и копалось, в общем, вроде бы не так уж халатурно, ну, понятно, что это старые раскопки и методика была не как сейчас, но куда делать все остальное? Поэтому возникли предположения, что вот синантропы, они уже имели некие погребальные обряды, и что вот они хоронили, дескать, только головы, у них был культ черепов, ну, и тут же, естественно, обратили внимание, что, ну, лица-то нету, да, а основание черепов в некоторых местах раздолбанное вроде бы, ну, учитывая, что это прошло, опять же, там, 300, 400, 500 тысяч лет, черепа все побиты, и отличить искусственную какие-то раздолбывание черепа от естественных, это фономических таких, да, процессов, крайне проблематично, тем более для того времени, для 30-х годов. Но концепция была, что, дескать, это жертва каннибалов, вот, и вроде бы на некоторых черепах даже есть какие-то такие надрезки, следы ударов, вопрос, кстати, о насилии в Палеолите, вот, ну, тут кроме самих костей было найдено много еще другого всего, были найдены каменные орудия, понятное дело, и в том числе слои пепла, довольно большой толщины, местами до 4 метров, и даже вроде бы больше, ну, правда, обычно это в книжках так излагается, что это прямо-таки слои золы, да, там, толстенные, в оригинале, оно выглядит как бы не совсем так. Я имел счастье побывать в Джоу-Каудяне, выглядит это как что-то такое непонятное серое, и то, что это зола, в общем, как бы тоже надо до этого еще догадаться. Вот, но, тем не менее, про это было написано, и после этого огромное количество и археологов вначале, а потом эту идею подхватили, естественно, такие там философы, социологи, там, кто угодно еще, развели мысль, что, дескать, эти самые синантропы, они были способны огонь разжигать, вернее, поддерживать, а зажигать они его, дескать, не умели. Поэтому где-то они там получали огонь от молнии, там, еще как-нибудь, да, естественным путем загоревшийся, а потом буквально там тысячи лет жгли этот самый огонь в пещере, боясь, чтобы он там, не дай бог, не потух на одном и том же месте и вот накопилось эти четыре метра золы. Но, правда, такая стройная концепция, несмотря на то, что я говорю, она вошла в огромное количество всяких книжек, в последнее время немножко пошатнулось, поскольку было показано, что большая, по крайней мере, часть этой золы это просто ил, который затекал в трещины в земле уже после того, как там все эти отложения образовались, через дырку в крыше пещеры затекал ил сверху и сгнивший ил это тот же самый уголь в общем-то и есть на самом деле. Ну, углерод, он и есть углерод. И визуально его от пепла очень трудно отличить. Но специальные химические анализы показали, что он к горению отношений не имеет. То есть, в джолководиане есть обгоревшие кости, обгоревшие кремнии отдельные, но нормальных очагов, строго говоря, вообще-то нет. Но это о культуре. А другое дело, что сама морфология этих вот синантропов оказалась не совсем такой же, как в тренили. То есть, в это время других африканских, например, не было известно. И вот, что было, то и сравнивали. Обнаружилось, что у синантропов мозгов побольше. Причем, если расположить их не абы как, а по хронологии, потому что здесь интервал хронологически довольно большой. На самом деле, это как бы не ошибка, не погрешность датировки, а это по разным слоям на самом деле датировки. То есть, 585 от самой древней, в которых есть антропология. То есть, на самом деле, там отложения есть еще глубже, еще и выше. Но вот где есть, собственно, черепа. 283 от самой поздней. И если их расположить хронологически, то видно прогресс прямо на самом деле. То есть, у самых древних черепов объем мозга самый маленький, у них самая мощная надбровие, самый выступающий затылок, самая такая приплющенная форма, а те, которые попозже, у них уже и лоб повыше, у них надбровие поменьше, но как-то они поприличнее вообще выглядят. И по зубам то же самое, и по челюстям тоже так же получается. И если сюда еще приплюсовать этого самого пятикантора поистренили, то пятикантора показываются закономерно раньше. Ну и естественно, поскольку опять же это все находки тридцатых годов, тут нельзя было обойтись без своих названий, поэтому тут же было ясное дело придумано название синантропус пекиненсис, человек китайский, как бы пекинский. В настоящее время термин синантроп, он как таксономически не используется, но просто для обозначения находок из Джоу-Каудьяни или вообще из Китая. Но название было подчеркнуто, что они более поздние, что они более продвинутые, более прогрессивные. И уже рисовалась вполне себе такая красивая последовательность. И да, одно из важных таких моментов, то, что это было в Китае, это север Китая на самом деле, это окрестности Пекина, формально это даже пределы Пекина, но в реальности это довольно далеко от него. И понятно стало, что огромная территория есть, где в принципе можно еще остатки искать. От Ява до Пекина как минимум огромная территория, где что-то должно быть. Ну и естественно стали дальше искать. Это, кстати, как он выглядел от реконструкции Герасимова. И на Яве Кёнигсвальд, после него Сартона и многие другие исследователи искали новые находки, которые не замедлили появиться. В Маджакерта была найдена черепная коробка ребенка. И, кстати говоря, несмотря на то, что это одна из самых старых находок человека прямоходящего, это едва ли не единственная находка ребенка, на самом деле, Homo erectus. Потому что для Австралопитеков детенышей большинство находок представляют, для неандертальцев всяких кроманьонцев тоже большинство на самом деле. От них обычно не так много остается, обломки челюстей, но тем не менее. А вот для эректусов как-то с детенышами или с детьми уже не очень. И фактически это единственная находка и есть, которая с самого начала тоже обратила внимание, что, ну, во-первых, она очень маленькая, то есть она реально вот такого вот размера. Ну, для современного ребенка это очень мало. И несмотря на то, что ему было совсем немного лет, у него уже более-менее выражены надброви. Ну, тут как бы так на фотографии не чересчур это бросается в глаза, а на оригинале видно, что, в общем, там рельеф вполне себе есть. То есть у детей такого не бывает. Затылок такой немножко выступающий. А потом посыпались находки из Сангерана. В Сангеране было найдено огромное количество всего. Одна из первых находок это череп Сангеран-4. Ну, как бы понятно, что если он 4, то он уже не первый, но тем не менее. Это затылочная часть черепной коробки и челюсти верхняя и нижняя. Он, естественно, был назван своим названием. Пятикантропус Дюбоиси его там предлагали назвать, там еще как-то, там несколько было названий. Но все равно это тоже самое в общем-то и Оректус есть. Но он отличался от Тренильского, потому что он гораздо массивнее, он тяжелее. И на макушке этого черепа, вот здесь поверху, идет два таких как бы валика костяных. И долгое время на самом деле спорили, что может быть это сагитальный гребень. То есть вот на черепах примитивных всяких граждан таких вот человекообразных на макушке идет сагитальный гребень, куда крепятся височные мышцы. У нас они крепятся собственно на ту же самую височную линию, только у нас эта височная линия вот где-то на этом уровне кончается и до средней линии никогда не достигает. А у пятикантропа вот были какие-то такие пупырышки, которые интерпретировались как следы вот этого сагитального гребня. Это говорило о том, что он необычайно примитивный, очень архаичный и прям вот совсем еще обезьяна. Но правда, как мы сейчас на это дело смотрим, у него это, конечно, не сагитальный гребень, то есть это просто некие утолщения кости, а височная линия вот она вполне себе идет. тоже высоко, конечно, и не как у современного человека, то есть она также идет как бы от надбровья, но у него выше надбровья как бы небогато, прямо скажем. То есть у нас-то еще лоб, по идее, должен быть, а у него с лобом как бы немножко напряженка. Но сагитального гребня у него по итогу все-таки не обнаружилось. И теперь-то мы знаем, что все-таки это в этом смысле были уже люди, но другое дело, что они были не похожи на нас, на самом деле. То есть огромное надбровье, ну здесь оно реконструировано, то есть, собственно, лобной кости нет, но есть другие черепа. Есть сангерант 17, сангерант 2, там и так далее, и так далее. У которых есть и надбровье, и вот сангерант 17 с лицевым скелетом, например. Так что это были очень тяжеловесные товарищи. У них череп был не такой обычно большой, на самом деле, хотя вот сангерант 17 он и по размерам крупный, на самом деле. Объем мозга у них был порядка килограмма, то есть 800 грамм, 900 грамм, килограмм, ну тысяча стоит уже многовато для них. Но при этом очень мощное надбровье, очень мощный затылочный рельеф, часто там прямо такой здоровенный валик, приплюснутая форма, огромные челюсти, размеры нёба, например, вот этого сангерана 4, рекордные для вообще всех ископаемых людей, ну кроме разве что парантропов, массивных австралопитеков, ну которым, как бы сам Бог велел. Нижние челюсти здоровенные, со скошенными подбородками, с мощными восходящими ветрями, ну здесь она не сохранилась, но у других они есть, так что это было какое-то странное время, когда вот их разнесло именно на массивность, то есть у них именно размеры рельефа стали увеличиваться, мозги тоже, конечно, росли, но как-то не с таким энтузиазмом. и после вот этих первых находок как из рога изобилия в сангеране находки посыпались. Ну здесь вот энное количество их изображено, в том числе вот там такая скромненькая бедренная кость из крестной, это недавняя находка бедренной кости очередная, и тут куча-куча вот этих вот черепов. Их в настоящее время вот какой-то из них здесь 41-й, вот этот вот, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть там, понятно, не все красивые черепные коробки, такие более-менее целые, то есть большая часть это маленькие обломки там каких-то уголочков, но тем не менее есть огромное количество и таких вполне себе черепов. И что замечательно, они все более-менее похожи друг на друга. То есть вот эти вот яванские пятикантропы представляют собой действительно такую смысловую совокупность, то есть они все более-менее как бы из одной серии. А датировки у них на самом деле довольно разные. То есть самые древние, ну вот там на предыдущем слайде циферки были, имеют возможные датировки до полутора миллионов лет, даже давали датировки миллион восемьсот тысяч лет, ну вот такие достоверно большие миллион триста и где-то до полумиллиона лет они там, собственно, были. Что характерно, опять же, так же, как вот я говорил про синантропов, в Сангеране найдено очень много черепов и энное количество нижних челюстей, но очень мало других костей на самом деле. То есть, ну вот есть бедренная кость, да, она там в общем-то не одна, там есть еще какие-то еще осколки, но на такое количество голов вообще-то должно быть еще столько же тела, так по логике вещей. Но тут с большой вероятностью все-таки дело не в каких-то хитрых погребальных обычаях, а скорее наоборот в отсутствие погребальных обычаев. Это случайные находки, сделанные не на стоянках и стоянок нету, собственно, в Сангеране. То есть, это не поселение, это не какие-то там места разделки добычи, а это чаще перемытые отложения, которые речка куда-то там где-то как-то наносила. И самое печальное, что это чаще всего случайные находки. То есть, местные фермеры копают огород, сажают там, не знаю, саговую пальму какую-нибудь или что-нибудь там сажают, ботаты, и периодически мотыгой выковыривают эти черепа. Ну, часть находок была найдена в ходе целенаправленных раскопок и поисков, но, строго говоря, меньше, а большая часть вот случайная. И надо думать, что просто местные вот эти жители, они на череп внимание все-таки обращают. То есть, слава богу, как бы уже сто лет антропологи бегают мимо, поэтому они знают, что ископаемый череп это круто, это прикольно. А какая-нибудь там, не знаю, фаранга пальца, ну, ее вообще найти надо уметь на самом деле, во-первых. А во-вторых, еще сообразить, что это какую-то ценность вообще представляет, в принципе. Ну, или там ребро, да, ну, ребро, ну, и в кусты его как бы это ребро. Так что, может быть, поэтому там сейчас нету находок нормальных скелетов, вот, ну, в Индонезии долгое время с политической ситуацией было как бы не очень все хорошо, вот, но хочется верить, что сейчас новые поисковые партии какие-то там будут работать, новые раскопки проводиться, и не исключено, что будут найдены целые скелеты на самом деле, потому что, ну, такое количество находок, да, не может быть, чтобы там не было ничего другого. Но, однако же, есть такая проблема, что в Сангеране есть огромное количество вот этих самых самих пятикантропов, но почти нету культуры пятикантропов, то есть, вообще, обычно есть много-много орудий и чуть-чуть совсем костей, ну, чаще всего костей нету вообще, а орудий всегда хватает, вот, при том, что древнейшие каменные орудия, они появились еще за миллион лет до пятикантропов, на самом деле, ну, как минимум, да, за миллион, а скорее всего и больше. То есть, самые древние орудия, которые имеют предъемственность к современным, где-то 2,5 миллиона лет назад, а то и 2,6 миллиона, а здесь, в лучшем случае, полтора. И это большая проблема, потому что, ну, а что же они делали, как бы, поэтому есть несколько гипотез. Одна из таких экстремальных гипотез в том, что пятикантропы, они, дойдя до Явы, ну, теперь мы знаем, что они появились в Африке, по пути где-то настолько одичали, что культуру вообще напрочь утратили, вот, но с некоторого момента все-таки орудия были найдены, я еще более то, там, потом их покажу, поджетанская, так называемая, культура, где, ну, такие убогие, достаточно галичные орудия, но все-таки они есть. Вот, поэтому возникла еще другая версия, что может быть проблема отсутствия орудий не в том, что их как бы нету, да, а в том, что, ну, во-первых, их как бы не идентифицировали, это раз, а во-вторых, то, что, может быть они просто не были каменными, и возникла концепция так называемой бамбуковой культуры пятикантропов, правда, не строго научная, потому что доказать ее крайне проблематично, но идея такова, что, когда вокруг растет бамбук в неограниченном количестве, а бамбук это идеальный материал, из него можно делать все, что угодно, зачем колоть камни, да, ну, вот, как сегодня речь была про этого шимпанзе, да, зачем бить камнем об камень, если можешь шарахнуть по полу, по бетонному, вот, и то же самое, копье, там, все что угодно, да, проткнуть слона, там, сделать какую-нибудь там режущую там кромку, срезать мясо, современные жители той же самой Явы, Суматры, там, всех других этих мест, Юго-Восточной Азии, Индонезии, делают трубы водопроводные, дома строят, книжки пишут на бамбуке, бамбуковыми же палочками, вот, то есть, все можно сделать прекрасно из бамбука, ну, вот, и зачем делать еще что-то еще, ну, бамбук не сохраняется, вот, вот, эта идея бамбуковой культуры, она, как бы, такая очень заманчивая, но она не верифицируемая, поэтому она, как бы, не совсем научная. Ну, возвращаясь к пятикантропам, ну, теперь мы представляем их такими более человекообразными, чем вот во времена Верещагина, а, соответственно, отдельная история для вот этих яванских пятикантропов, это проблема мегантропов. Самых первых находок в Сангеране были найдены некоторое количество челюстей, ну, вот они здесь есть, ну, частично это вот одни и те же челюсти, вот, внизу вот там еще другие, которые отличались своими огромными размерами. Это здоровенные обломки, на самом деле, ну, там целых челюстей прям совсем нет, вот это самое целое, но, тем не менее, у них здоровеннейшие зубы, ну, конечно, там, не, вот, но большие, правда, вот, у них скошенные подбородки, они в толщину такие очень нехилые, и им придумали, ясное дело, тут же название мегантропы. Вот, поскольку в это же самое время, это первая половина 20 века, в Африке обнаружились австралопитеки, то, естественно, стали сравнивать с ними, тем более, что я говорю, до этого момента, ну, и в это время, абсолютных методов дитировок, строго говоря, не было, все сравнилось по фауне, но фауна Южной Африки и Явы настолько различается, что понять синхронно она была или нет, вообще до крайности проблематично, вообще на самом деле. Ну, пытались там всякими хитрыми способами это сделать, но трудно это было. Вот, поэтому сопоставляли напрямую, ну, вот, это была некая далекая большая древность. А в Африке, в Южной на этот момент были, ну, в Восточной еще не было находок, а в Южной Африке были найдены австралопитеки африканские, африканусы вот Дарт нашел, и парантропы, массивные австралопитеки, ну, вот, в частности, это правда в Восточной Африканских как раз, но тем не менее, массивные австралопитеки отличались как раз огромными челюстями и огромными зубами. И поэтому было прямое сравнение именно с ними. Поэтому возникла идея, что вот эти самые мегантропы-съявы это яванские парантропы. Какова точка зрения до сих пор висит в Москве, в Палеонтологическом музее, то есть я не знаю, кто там эти таблички рисовал, но либо это было очень давно, хотя музей открылся вообще не так давно. Но тем не менее, табличка там так и висит. Парантропус какой-то там, Палеоеваникус, а? Палеоеваникус, да. То есть это термин, строго говоря, и не особо научный, потому что нигде вообще такой не было статей с описанием этого вида. Ну вот это название какое-то такое самозародившееся. Но вот это просто пример того, что даже сейчас кое-где это можно встретить, эту мысль, что это парантропы. Но в последующем, когда появились нормальные датировки, обнаружилось, что парантропы, они существовали со времени 2,5 миллиона лет назад, это вот это в частности парантропы филопские, то, что вы можете видеть, их где-то до миллиона лет назад. А на Яве они миллион лет назад где-то только появились. Ну, может быть, чуть пораньше, но там не сильно раньше. Ну, да, там были, конечно, всякие хитрые построения, как они мигрировали по планете, взад-вперед, там вдоль океана. Но это все, конечно, здорово. Но, во-первых, теперь у нас есть больше находок эректусов и больше находок парантропов. Мы видим, что это вообще не одно и то же на самом деле. То есть пока находок было мало, можно было сравнивать и говорить, да, ну, они более похожи друг на друга, чем на современного человека, поэтому похожи. Ну, а теперь-то у нас есть еще всякие там эргастеры, гильдельбергенцисы, неандертальцы в большом количестве, кто угодно еще. Теперь мы видим, что это не парантропы. И на самом деле с самого начала была еще такая несложная, в общем-то, мысля, что как же так, у нас черепа все поголовно принадлежат пятикантропам, да, хомоэректусам, а челюсти у нас все принадлежат почему-то сплошняком парантропам и мегантропам. То есть от пятикантропов у нас сохранились черепные коробки исключительно, от парантропов исключительно челюсти и ни одного черепа. Ну, пытались эту неувязочку как-то свести, что вот ну, одна челюсть пусть будет пятикантропа 4, да, вот у него тоже одна есть. Там парочка каких-то непонятных обломков, ну, вот такого буквально размера от черепов приписывалась мегантропам. Ну, совершенно не очевидно на каком основании почему вот это мегантропа и это пятикантроп. Вот. И истина, видимо, все-таки именно в том, что эти самые мегантропы это и есть те же самые пятикантропы. То есть это их же челюсти, строго говоря, но по-другому названы с другим ярлыком. Просто на первых порах исследования были ну, в начале 20 века такие идеи, что может быть мозги и челюсти эволюционировали как-то сильно с разными скоростями. И, соответственно, вначале развались мозги, потом челюсти или наоборот там в начале челюсти, потом мозги. Вот. На этом основании в том числе выросла идея про пресловутого этого пельдаунского человека, который вот у него значит там черепная коробка развитая, челюсти примитивные. Но теперь-то нам понятно, что для таких черепов, как у эректусов, такие челюсти в самый раз они-то как раз и подходят. Ну, то есть они такие и должны быть теоретически. Вот они практически такие и есть. Так что мегантропы это не какая-то отдельная ветвь. Вот. Это все они же. Хотя были даже мысли, что это там какие-то гигантские товарищи огромного роста и была гигантоидная стадия в эволюции человека. И они возникли от гиганта ПТ-ков само собой. Кенигсвальд, который нашел и гиганты ПТ-ков и мегантропов, он такую идею выдвигал. Но прошло уже с того времени почти сто лет. Так что теперь понятно, что все это не совсем так. Другое дело, что в каких-то частностях бывают на самом деле открытия. Потому что одна из челюстей, которая вроде как была мегантропом, вот эта вот, которая очень похожа на вот эту, но это другая, оказалось, что она вообще-то орангутания. То есть долгое время она во всяких учебниках и книжках шла как челюсть хомоэректуса, но буквально год что ли назад или два года назад была статья, где долго, тщательно там с всех сторон облизывали и доказали, что все-таки она орангутания. Это показывает, что на самом деле тоже не все так просто, потому что казалось бы орангутан от нас хорошо отличается, ну и как можно перепутать. Но во-первых, когда вот эти товарищи, то уже можно перепутать, а во-вторых, когда челюсть вот такой сохранности, и от него осталось три зуба и те раздолбанные, ну один еще там более-менее, то не так много у нас признаков, строго говоря. Ну ДНК, как бы сейчас у всех идея, да, почему бы не взять ДНК, но как бы это найдено было в 30-е годы, про ДНК вообще слова такого не было, и она просто банально не сохранилась там на самом деле. Ну вот, поэтому морфология она тоже может подвести на самом деле, но в итоге-то она и выводит, потому что именно морфологически было доказано, что это такие орангутаны. В других местах на Яве были найдены немножко другие находки, в частности в Санбунгмачане три черепные коробки и потом еще в Нгаве сравнить недавняя находка. Черепа замечательны тем, что они, видимо, чуть помоложе, чем сангеранские, у них датировка обычно дается порядка 400 тысяч лет, но как бы она с такими сомнениями, тут я даже писать особо не стал, потому что там есть сомнения, ну около 400 тысяч лет, примерно так. То есть где-то на 100 тысяч лет моложе, чем самые молодые сангеранские, и что замечательно, по морфологии они более продвинутые, то есть у них все-таки чуть поменьше надброви, хотя если с современным человеком сравнить, все равно она, конечно, кошмарная, немножко более выпуклый лоб, побольше объем мозга, то есть здесь уже все-таки 1100-1200, они не такие приплюснутые, у них не такой ядреный затылочный рельеф, и как-то они вот так поприличнее выглядят. И это показывает, что на Яве шла внутренняя своя эволюция. Может быть, еще были какие-то промежуточные миграции на самом деле. Замечательно, что последняя вот эта находка из Яве была вообще изначально обнаружена на удивление собственно не на Яве, а была найдена в Нью-Йорке на Манхэттене, где два антрополога шли на работу в музее естественной истории, и в окне местного магазина древности увидели вдруг неожиданно черепную коробку пятикантропа. Ну и вначале они так немножко глазки протерли, потом зашли и спросили, что бы это значило, а потом оказалось, что она таки настоящая, то есть это не муляж, это не слепок, а вполне себе настоящая, ну и насколько это возможно вообще реконструировать, как оно там происходило. Еще в 70-м каком-то году какие-то местные аборигены на Яве это где-то нашли, потом 10 раз перепродавали коллекционерам, частным всяким владельцам, потом это добралось до Нью-Йорка, и вот он выставил за там 100 тысяч долларов, по-моему, какая-то сумасшедшая сумма, значит продавать. Потом собирали вроде бы деньги, даже пытались купить для музея, но в конце концов владелец этого магазина, кстати, с характерным названием не рога и копыта, но что-то как-то очень похожее, там что-то зубы и кости, как-то так оно там, вот, владелец магазина он подарил, это значит науке, а Смитсонский институт это дело подарил обратно правительству Индонезии, вот, все восстановилось, и теперь где-то в Джаджакарте это дело хранится, вот, но даже такое шуточное название ему придумали Homo erectus New Yorkensis, так что находки могут быть, и посмотрите вот здесь по лавочкам еще неизвестно где еще лежит, вот, но по-хорошему, конечно, это все должно обнаруживаться на месте, потому что когда вот такая находка сделана на другом континенте уже, да, то очень трудно понять, где она вообще была найдена, то есть там уже начинаются изыски, что вот у него там в трещинке красноватая земля, и вот где такая красноватая земля еще есть, она на самом деле на половине Явы есть, ну вот, и там откуда ее привезли, ну это в общем детектив сплошной, вот, гораздо лучше, когда все это в земле найдено и вообще хорошо зафиксировано. Огромная серия находок была сделана Терхааром и Апенурсом тоже в 30-е годы, но в другом месте, в Гондонге, на реке Соло, в перемытых отложениях, но подозрительно, что отложения явно переотложены, и там куча вот так вот, каши разных времен, значит, отложения, но при этом целая куча черепных коробок, то есть обычно, если это перемытые все-таки отложения, ну там как бы сбору посольственников, скорее всего, людей там вообще-то не будет, а здесь их найдено целая куча, это еще не все на самом деле, то есть это самые красивые, там еще более обломанные, есть еще большие берцовые кости, ну а последующая экспедиция еще нашла там тазовую кость обломок и еще там что-то такое, но лицевых костей нет, челюстей нижних нет, датировка крайне проблематичная устанавливается, потому что перемытое отложение, но последние оценки показывают, что может быть 126, а может быть 500 тысяч лет, может быть 300 тысяч лет, но скорее всего, все-таки моложе, чем в Сангеране и моложе, чем в Сангеране. Были даже датировки 30 тысяч лет, то есть в некоторый момент есть такой датировщик Свишер, вот он продатировал 30 тысяч лет, поэтому теперь сплошь и рядом, даже в всяких популярных, даже в научных статьях можно увидеть циферки, что эректусы дожили до времени сайпиенса, и вот значит, они имеют датировку 30 тысяч лет. Вот когда вы это видите, датировку для эректусов 30 тысяч, это имеются в виду вот эти самые черепа. На самом деле датировка в 30 тысяч, которая потом была вообще-то опровергнута, ну и уже лет 20, наверное, никто ее не использует, но в книжке вошло, и оно же круто звучит, что везде уже ходили люди современные, а здесь еще вот такие архаичные персонажи. Но настоящий датировка все-таки, видимо, больше, но тоже незапредельно большая. А самое-то интересное, что они морфологически очень отличаются. У них мозг уже довольно приличного размера, там 1200-1300 грамм, то есть уже больше, чем у предыдущих. При этом у них совершенно невероятный затылочный рельеф, то есть на фотографии это, может быть, еще не сильно впечатляет, а на оригинале это просто такой поперечный валик, такой здоровенный гребень толстенный идет. Надбровные дуги тоже, при взгляде сбоку, они, может, так не чересчур впечатляют, а на практике это горизонтальная полка, совершенно прямая такая, торчащая. Но при этом, в отличие от пяти кантропов, которых предыдущих я показывал, все-таки черепа более высокие, они уже не такие приплюснутые сверху, а самое главное, с огромным количеством специфических особенностей. Ну, тут я не буду долго вдаваться в подробности, но строение их височной кости такое, которого не было ни у кого вообще. То есть на самом деле нигде в мире такого строения нету. Там какие-то отросточки, ямочки, гребешочки и так далее совсем не такие, как у всех. Поэтому вот эти люди из Гадонга, это, видимо, пример какой-то такой эндемичной популяции, которая застряла на этой яве, и многие тысячи лет, сотни тысяч лет, эволюционировала там из вот этих предыдущих эректусов в отрыве от всего человечества и достигла вот какой-то такой своеобразной стадии. Правда, были еще такие измышления, что, дескать, то ли сангеранские эректусы, то ли вот эти нгондонские, то ли эректусы, для них ясно, тут же придумали свое название, пятикантропус салаенсис, или там хомангондонгенсис, еще и там куча всяких слов. Но что вот эти вот товарищи, явантроп, тоже классное название, что они примешались к сапиенсам, которые проходили мимо по пути в Австралию. И что, дескать, современные аборигены Австралии несут их гены. И поэтому, дескать, у современных австралийских аборигенов такое здоровенное надбровье, покатые рбы, там все такое прочее. Но сравнение как раз вот маленьких деталей, ну, когда, говорят, обычно рисуют такой целый череп, без масштаба причем, ну, и действительно там что-то похоже. Ну, это любой череп с большим надбровьем будет похож. А до деталей надо как бы снизойти. Но вот те, кто этим занимаются, видят, что все-таки такой височной кости, как у этих, ни у кого нет. И если австралийские аборигены имеют свои специфические особенности из-за смешения с кем-то, то, по крайней мере, не с ними уж точно. Вот, тем более, что древнейшие аборигены появились в Австралии, в лучшем случае, 50 тысяч лет назад, а эти исчезли 126. Вот, ну, если принять, что они 30, то там будет пересечение, но вообще-то как бы это что-то не очень верится. Вот то, с чего я начал. Есть особенность, что были найдены кучи черепных коробок, почти нету скелетов, и они все кучкой, в общем, более-менее лежали. То есть это как бы более-менее ограниченное пространство. И основания этих черепных коробок, они вроде бы имеют следы разрушения. Поэтому возникла мысль, что это не просто так все появилось и случилось, а это место, опять же, специфического захоронения. Вот, ну, и вот с денег бурян нарисовал такую замечательную картинку, где, значит, там такие хмурые, опять же, персонажи бродят, вот, а здесь на веточках красиво развесили черепа, что, дескать, это жертва, опять же, каннибалов, которые черепа где-то там выставляли на берегу реки, ну, потом некими паводками это все дело смыло, и они где-то в отложениях среди костей животных, там всяких буйволов и прочего, сохранились. Вот, ну, так оно или не так, это большой вопрос, потому что когда переотложено отложение, ничего не понятно. Культуры каменной там, опять же, никакой нет. То есть, опять же, да здравствует бамбук, ничего не понятно. В последующем вид Homo erectus оказался известен из самых разных мест. Тут уже без дат и конкретных людей, которые это дело нашли, но вот были найдены черепа в Китае, ну, тут почти все, собственно, китайские, но вот Пенху — это Тайвань, и находится до сих пор, вот, допустим, вот этот череп, он был найден буквально только что, по-моему, этой осенью или уже даже зимой, вот статья вышла. Причем некоторые из них очень своеобразны. Допустим, вот этот череп, один из самых древних, который может иметь датировку даже больше полутора миллионов лет, он очень примитивный, то есть у него очень маленький объем мозга, у него совсем низкая высота, у него здоровенная челюсть, и он реально похож на эргастеров, например, африканских, ну, которые, в общем, примерно в это же самое время и жили. Некоторые имеют свои особенности, скажем, вот этот череп из Теншани имеет такие следы изменения костей, которые интерпретированы были как возможные следы сифилиса, поэтому предполагается, что может быть это древнейший пример сифилисного заболевания. Челюсть из... Ну, все там же. Челюсть из Пенху, например, вот эта вот, которая тоже, кстати, совсем недавно была найдена, уникальна обстоятельствами своего обнаружения, потому что ее поймали рыбаки. То есть они, как известно, там раз закинули небо, там пришло травою морскую, там второе закинули, там чем-то еще пришел, третий вытащил им кучу костей, каких-то стегодонов, гиен, там еще кого-то, и в челюсть в том числе вот эту замечательную челюсть. Это пролив, который отделяет Тайвань, собственно, от Китая. По этому поводу датировать крайне проблематично, потому что, ну, там, занырнуть нереально и посмотреть, что какие там отложения. Но судя по наличию костей гиен, а гиен это очень важные звери, потому что они не абы когда жили, и по времени существования этого вида в других известных местах челюсть была продатирована таким хорошим интервалом, конечно, от 190 до 145, 650 тысяч лет назад. Но здорово, что это время, в которое, так, из гипотетических соображений исходя, на территории Дальнего Востока должны были жить денисовцы, на самом деле пресловутые, о которых вы, может быть, слышали, генетика которых известна по зубам и фаланге из Денисовой пещеры на Алтае, но судя по тому, что их примесь есть у современных австралийских аборигенов и меланезийцев, где-то и на Дальнем Востоке они там южнее должны были бы жить. И по времени, и по географии вот эта челюсть это наиболее вероятная денисовская челюсть, собственно говоря. Ну а денисовцев там верхние зубы, а здесь нижняя челюсть. Но размеры, в общем, более-менее как бы совпадают. Так напрямую-то нельзя верхние и нижние зубы сравнить, но так условно совпадают. Может быть, это вот денисовец. Не факт, но может быть. Собственно, откуда все это сделалось? На самом деле, корни хомоэректусов, человека прямоходящего, стоит искать, понятное дело, в Африке. То есть, Эжен Дюбуа, Виден Рейх, Кениксвальд и так далее, они могли сколько угодно рассуждать, что прародина человечества это Юго-Восточная Азия, что там гигантские гиббоны, еще что-то такое. Но научный прогресс шел своим чередом и с середины XX века огромное количество находок повалилось в Африке. И там было найдено много-много всего. И в том числе прямая последовательность от грацильных австромопитеков, типа австромопитека Афарского, через хомо-рудольфейнсиса, хомо-хайабелеса, хомо-эргастера, до уже и вне африканских людей. Ну вот это вот так называемое хомо-джорджикус, если такое не самое лучшее название, но тем не менее человек грузинский это люди из Дмониси с датировкой 1,770,000 лет назад из Грузии. И теперь понятно, что все вот эти азиатские граждане, которых я до сих пор так долго показывал, на самом деле возникли вообще-то в Африке. И из Африки расселились. Ну вопрос, когда расселились? Потому что азиатские вот эти циферки, они гуляют довольно широко. Некоторые датировщики дают датировки в Азии до 3 миллионов лет на самом деле. Ну 3 миллиона это что-то как-то перебор, это еще гроссельные авторомоптеки должны быть. И орудий таких в Африке-то нет. Но по крайней мере порядка 2 миллионов лет вполне может быть. И собственно, первые вот эти африканские товарищи, они еще не похожи на эректусов. То есть у них нет такого надбровия, у них нет таких челюстей, но у них больше челюсти. У них затылок совершенно другой, у них объем мозга намного меньше. Но при выдвижении за пределы Африки уже в общем что-то похожее. И вот эти вот дманицы, у них уже есть надброви все в порядке, и челюсти у них не слабые, и череп достаточно приплюснутый. То есть что-то похожее. Но правда таких миграций, видимо, было много. И с большой вероятностью, например, вот эти самые дманицы, это тупиковая ветвь, которая благополучно вымерла, и таких выходов могло быть много. Потому что когда речь идет о выходе за пределы континента, это не значит, что какая-то там немеряная орда в 100 тысяч этих пяти гандропов штурмовала, скажем, Красное море, по не знаю чему, по мосту, и пошли заселять Евразию. На практике это одна группа переправилась, не знаю, на плотах, или уж как-то они там перешли, вторая группа переправилась. И группы-то эти были маленькие. Но наблюдения за современной шимпанзе, ну и даже и людьми всякими, показывают, что стандартные охотники-собиратели это группы 20-30 особей на самом деле. И как бы больше, в принципе, среда не продержит. У них было то же самое, судя по всему. Но другое дело, что в Африке с некоторого момента появляется вид Homo ergaster, человек работающий, если по-русски говорить, который был описан по этой челюсти. Но в последующем были найдены и черепа, и даже такой замечательный целый практически скелет. Но возникает вопрос, насколько вот этот самый ergaster то же самое, что эректус, или не то же самое. И тут в настоящее время антропологи между собой довольно активно спорят, на самом деле. И однозначного ответа до сих пор нет. Есть статьи, где доказывается, что, дескать, ну смотрите, там по всем измерительным и описательным каким угодно признакам, в принципе, какой-то большой разницы между, скажем, вот этим черепом Канемьер 37-33 и там Сангераном 17-м, как бы вроде бы и нет. Ну и в масштаб одного вида они вполне себе укладываются. Другие говорят, нет, ну как же так, у него там специфическая перегиб, вот такая вот форма, а у того такого нет, и затылок вообще не такой, тут он выступает целиком, а там рельеф. И нет, это все-таки уже другой вид. Но в принципе какие-то отличия могут быть вполне себе индивидуальными, на самом деле. Более того, надо помнить, что даже в пределах одной территории находки раскиданы еще к тому же по времени. То есть, например, вот между этими двумя черепами 200 тысяч лет, так на всякий случай. И хотя мы их объединяем в один вид хомоэргастер, но 200 тысяч лет это как от нас до хомо гейдельбергенца, это раньше, чем неандертальца. То есть сравнивать, их объединять в какие-то единые такие совокупности тоже надо с большой-большой осторожностью. Поэтому в настоящее время вот эти термины эргастер, эректус, они многими антропологами используются просто как для удобства. То есть не придается им какого-то там супер глубокого философского смысла, такого биологического именно, а скорее просто как удобные ервочки, что эргастерами мы будем называть африканских, а эректусами мы будем называть яванских, ну или там дальневосточных вообще в целом. Тоже в своем роде удобный вариант. Так что равны или неравны, есть две точки зрения. По одному равны, по другому неравны. Причем неравны могут быть двояко, либо географическая разница, либо хронологическая разница, потому что эргастеры все-таки подревнее, у них датировка 1,5 млн, 1,6 млн лет. Или может быть они неравны и морфологически тоже как вариант. Но эргастеры, чем замечательно, что в Восточной Африке найдены в том числе посткорниальные остатки. То есть я вот долго тут жаловался, что не в Китае, не на Яве, черепов хватает, а скелетов нет. А здесь есть. И здесь есть прямо вот скелет, уже дальше некуда. То есть там только стоп не хватает. Но есть и другие находки. Целый такой красивый, это единственный. А есть еще отдельные бедренные кости, тазовые кости, плечевые, всякие прочие другие. Так что мы можем быть уверены, что это уже люди, которые от нас по строению тела ниже головы особо уже не отличались. То есть голова у них еще такая очень примитивная, а ниже тела все уже как у нас, в общем-то. Ну конкретно для этого скелета, правда, есть такой момент, что у него очень узкие позвоночные отверстия, и спинной мозг был очень тоненький. И на этом основании строились всякие мысли, что, дескать, он не мог говорить, он еще там более обезьянский, потому что у него спинной мозг такой тоненький. Но потом было показано, что вообще это стеноз, это заболевание такое, от которого он, в общем-то, умер. Так что про речи там все такое на этом основании строить мысли вообще не стоит. Значит, вот эта вот реконструкция замечательная сделана Ивсеевым. В Африке в чуть более позднее время, чем эргастеры, появляются такие настоящие ректусы. Ну вот ОАЖ-9 из Ладувая, допустим, из Буи, из Боури, из Аларгисайли. И вот эти вот эректусы с датировками примерно около миллиона лет, ну или там пораньше немножко, они, в общем-то, не особо отличаются от яванских. Поэтому, опять же, возникает несколько точек зрения. Сколько антропологов, столько всегда будет точек зрения. Одни говорят, что поскольку морфологически отличия от азиатских особо, в общем-то, и нет, то логично их объединить всех в хомоэректусы. И как бы это хомоэректус, там хомоэректус. Другие говорят, что нет, ну там вот есть некоторая специфика на Яве, и там же потом возникли эти товарищи из Гонгонга такие специализированные. Поэтому давайте мы этих не будем называть эректусами, а название эректусов сохраним только за иванскими вообще, или там за азиатскими. Но тогда для этих названия вообще как бы не получает, не остаётся. Ну тогда можно, да, тогда можно придумать ещё классное название, допустим, вот этого назвать хомо-лики, в честь лики, который, собственно, его нашёл. Ну вот, или там ещё какое-нибудь, ну то есть название это придумать не проблема. Но если придерживаться всё-таки морфологии и правил систематики, то строго говоря это те самые эректусы, в общем-то, и есть. Другое дело, что когда они всё-таки расселились от Африки до Индонезии, то расстояние гигантское, уже так просто не побегаешь зад-вперёд. Поэтому какие-то местные процессы, специализации, они шли. И тут вопрос в какую сторону. То есть вот на Яве это дошло до появления этих самых людей из Индонга, таких специфических, очень странных, каких-то очень своеобразных. А здесь дошло до появления своих специфических странных, своеобразных, то есть нас. Но это было чуть попозже. А на самом деле их было гораздо больше. Закругляюсь. Значит, в Африке была найдена масса ещё других находок. Но тут я уже не буду особо останавливаться. Но вот череп из Бода, это как раз вот этот вот, в частности. Ну просто это фотография оригинала, это муляж. А вот этот, например, череп, что замечательно описывается, как первый сапиенс, при том, что у него датировка очень такая неопределённая, она где-то полмиллиона лет, так в среднем. И показывает, что на самом деле мы от эректусов не так уж сильно отличаемся. То есть нам может казаться, что ну как же, они такие страшные, а мы такие все агроцильные с большими лбами. Но на самом деле, если лопат ломать и челюсть немножко отколоть, и вот так ещё немножко стадо по нему прогнать, какие-нибудь самопотамы, то, в общем-то, как бы различий-то уже и не сильно много. И переход от эректусов к сапиенсам в Африке прошёл вообще на удивление плавно. Потому что я тут уже не стал вставлять ещё миллион картинок, но есть довольно прямая последовательность от вот этих вот черепов, что здесь показаны, через более поздних уже вполне таким сапиенсам. Но Осипов, в частности, это изобразил, чуть ли не бушмин у него получился. Ну и не исключено, что примерно так они, в общем-то, и выглядели. Поскольку выходили за пределы Африки, то найдено они, понятное дело, и на Ближнем Востоке, ну вот в Кокабасе, в Турции, в Нодуэль-Аскар, в Европе, Симодель-Элефанти, Гран-Долина. Иногда для них-то опять же придумывают свои названия. Хомо-антицессор, ну это скорее вот для этого хомо-антицессор, для этого там, по-моему, так ещё не придумали слово специально, ну скоро придумают, я думаю. Но по большому счёту, это всё те же самые эректусы. Кстати говоря, вот это тоже подросток, и он, в общем, тоже молодой. Но ещё одна такая проблема возникла, что в Европе был, Шутензак нашёл челюсть из Мауэра около города Гидельберга и описал по ней вид хомо-гидельбергенсис. В 1907 году нашёл, в 1908 году описал. И долгое время, ну, строго говоря, весь 20-й век, считалась и рисовалась такая замечательная линия. Ну, когда Гидельбергенсис вообще учитывался, значит, были хомо-эректусы, потом хомо-гидельбергенсисы, в Африке они дали сайпенсов, в Европе они дали неандертальцев, гидельбергенсисов. Всё красиво и приятно. Но проблема возникла с появлением новых датировок, потому что сейчас датировки тренильского черепа, который галлотип, образец для описания хомо-эректуса, снизился чуть ли не до 430 тысяч лет, ну, может быть, там 500 в среднем, да, а датировка гидельбергенской челюсти увеличилась, может быть, до 700 тысяч лет. И получается, что если оперировать чистой хронологией, то, строго говоря, вот этот вот персонаж, он жил вообще-то раньше. Галлотип гидельбергенса, оказывается, древнее, чем галлотип эректуса. Вот, и получается, что во времени они повернулись задом наперёд. Вот, и тут возникает вопрос, то ли надо название менять, то ли надо, значит, просто переопределить галлотипы, потому что эректусами-то назывались именно вот эти примитивные древние, и то, что для конкретного черепа датировка поменялась, для остальных-то ничего и не изменилось. Остальные, они как миллион лет назад были, так и остались. Вот, и галлотип для гидельбергенса тоже, конечно, был не очень удачным выбором, потому что нижняя челюсть, её трудно с чем-то сравнить. То есть с тех пор гидельбергенсами назывались люди Европы, жившие где-то 300 тысяч лет назад, 200 тысяч, 400 тысяч, но как бы 700-то там особо и не было никогда. Вот, тем более, что последние исследования показали, что огромное количество признаков вот этой челюсти, которые считались очень примитивными, на самом деле являются следствием патологии. То есть он болел какими-то там болезнями, и вот эта повышенная массивность, такая тяжеловесность, в немалой степени это следствие патологии. Вот, и поэтому описывать вид по патологии как бы не очень здорово. Поэтому либо надо название поменять для гидельбергенса, ну, благо выбор большой, там, Homo stengimensis, например, есть такой, да. Либо не заморачиваться как бы на правила таксономической номенклатуры, и так всё по-прежнему оставить. То есть эректусы были раньше, гидельбергенса были позже, но просто вот этот конкретный, это не гидельбергенсис. То есть галлотип гидельбергенса, он не гидельбергенса, он эректус-то, в общем-то, и есть. Потому что он от яванских вот этих мигантропов, строго говоря, ничем особо и не отличается. Ну, то, что от него конкретного Мауэра не нашли череп, не помешало Герасимову реконструировать всё лицо целиком, включая надброви. Ну, сила науки мощна. Но благо есть другие черепа, на самом деле. Благо есть куча находок и штенгейма, в настоящее время есть сима длосуэс, там мешок этих костей. Ну и завершая, в какой-то степени, можно сказать, что Homo erectus это такая интересная стадия, когда на протяжении миллиона, а то и полутора миллионов лет были люди, про которых мы довольно хорошо знаем, как они выглядели. То есть черепа у нас есть, а скелетов там не сильно много, но тоже есть. А вот чем они занимались, мы ничего не знаем. То есть в этом смысле они ещё скорее обезьяны люди, потому что то, что астралопитеки вели себя как такие саванны шимпанзе, это в общем как бы логично и понятно, от них никто ничего другого не ждёт. Начиная с гильдербергенцев, ну только не с Мауэра, а с таких нормальных, которые там 400 тысяч лет, 350 тысяч лет назад жили, там появляется по полной программе уже ну какое-никакое искусство, там какие-то царапулечки на костях, там какие-то орудия с всякими там приколами, типа морских ежей ископаемых, активное использование огня 350 тысяч лет назад, ну и дальше уже там культура нарастает. Там уже мы можем сказать, чем они вообще занимались. А вот про эректусов мы почти ничего не можем сказать, потому что ашельская культура эректусов, она почти одна и та же везде, на самом деле. То есть она удивительно однообразна. И долгие изыскания археологов, конечно, позволили выделить какие-то там локальные варианты, ну это, конечно, естественно, можно сделать, но так глобально вся территория распространения эректусов делится всего на две большие зоны. Это западная часть, ну где-то до Бангладеш, это зона, где изготавливались ручные рубила. И восточная зона, где рубила не изготавливались, ну по крайней мере, очень редко изготавливались. Они там в принципе тоже найдены, но их было там мало. Долгое время вот это разделение, ну а разделяет их так называемая линия Мовиуса. Это Мовиус археолог, который придумал это разделение. И интерпретировалось вот такое различие так, что, дескать, те, которые были афро-европейские, ну и вот западной Азии, они как бы были более продвинутые, мы же из них возникли, да, поэтому вот, естественно, они были разумные. А те, которые были где-то там на Дальнем Востоке, ну это же дичь, да, поэтому они были очень убогие, примитивные, и поэтому они кололи вот такие непонятные какие-то страшные булыжники. Ну здесь еще нарубило чем-то похоже, да, это же у Каудяня, а вот в Паджитане, допустим, вот яландский там уже совсем что-то непотребное. И потому что они были вот такие примитивные, то есть у них и мозг был поменьше, да, у этих эректусов, голова более приплюснутые, орудия более кривые. Но другие археологи указали, что вообще-то есть такая, кроме всего прочего, вещь, как геология, и она показывает, что просто здесь есть кремень и этот обсидиан, из которого можно делать хорошее орудие, а здесь какой-то песчаник, известняк, роговик, там бог знает что, из чего как бы нормальное орудие при всем желании не сделать. Потому что когда мы делаем орудие из кремня, мы можем сделать то, что мы хотим, а когда мы делаем из песчаника, получается, что попало, но только не то, что мы хотим. Потому что он колется, как ему надо, а не как нам надо. И поэтому вот это разделение скорее просто про геологию, а не про людей. А вот чем они занимались, кроме того, что они делали эти самые каменные рубила и какие-то там кливеры, вот это мы почти ничего не знаем, на удивление. То есть в принципе, ну еще там охотничья стратегия, а более-менее что-то такое про вот духовную самобытную культуру мы узнаем только с появления хомогильдебрегенцев. Ну вот, например, вот это символдосес, это все-таки попозже уже время, это уже не совсем эректусы, это уже скорее гильдебрегенцы. Там, например, найден вот такой замечательный красивый камень, который был назван Эскальбур за его такой замечательный цвет и за то, что он единственное рубило, вообще единственное орудие, найденное в огромной пещере с кучей костей, где ничего другого нет. И предполагается, что как бы не спроста оно туда такое красивое попало, а как бы вот туда вот красиво подбросили. Ну, с глубокой мыслью. Ну, это уже гильдебрегенцы. А вот что там делали эректусы? Неведомо. Ну, единственное, что мы знаем, что они активно охотились. Ну, вот здесь вот представлены из разных статей и книжек фотографии места охоты на слонов. Ну, естественно, они охотились не только на слонов, но сегодня вот тема мамонтов уже была. А это вот как оно выглядит в археологическом виде. То есть скелеты динатерия, там слона река и так далее. То есть уже уровень у них был вполне достаточный, чтобы этим заниматься. Естественно, они охотились на других животных. Ну, вот как-то так оно, если красиво изображать, выглядело. И в этом смысле они были достаточно продвинутые. То есть как бы слона убить нелегко. Но вот кроме этого, строго говоря, ничего особо мы не знаем. И единственные мысли на тему того, что у них там все-таки в глубине мозгов шевелилось, это вот эта вот ракушка из всего того же самого Тренили. Я сегодня говорил, что я еще скажу про то, что что там еще найдено в Тренили такого, что до сих пор неизвестно. Вот эта раковина найдена еще Дюбуа в 19 веке, а исследована она была только недавно. И на одной, ну там много раковин, на самом деле, на одной из них вот найден такой зигзаг процарапанный. Вот, он не функциональный, то есть он не для пользы дела, это искусство. И это самое древнее искусство, то есть это вот примерно полмиллиона лет, древнее нет. То есть до сих пор Трениль, и вообще Ява считалась таким как бы заповедником примитивных каких-то форм, архаичных, таких дремучих, оказались они самые были продвинутые. Вот есть еще похожие вещи, но буквально единичные, то есть здесь фактически вот они все и есть. В Тантане, в Марокко, ну там все-таки поменьше, видимо, датировка, такая вот конкреция, естественная на самом деле, но как бы напоминающая человека. И вроде бы местами там следы какой-то затертости, так что вроде бы ее то ли подровняли, то ли на каком-то ремешке носили, то есть им понравилась форма, вроде как людям, что это вот что-то похоже на человека, они ее использовали, но не сами сделали. Вот опять же, какое-то такое вот легкое шевеление мозгов. Ну и в некоторых местах, ну в качестве примера вот из Боксгроуфа, но там тоже датировка не самая большая, многие рубила Ашельские, поздние Ашельские, они избыточно симметричны. То есть там трехмерная симметрия, они симметричны и так, и так, и вот так. И такая избыточная симметрия, она функционально, строго говоря, не нужна. То есть для пользы дела можно и чоппером пользоваться. И поэтому некоторые археологи считают, что это свидетельство как раз стремление к прекрасному. То есть им как бы прикольно, когда оно ровное, красивое такое. Но это вот фактически все, что мы знаем о том, как они жили. Поэтому я вот повторяю, что в плане морфологии мы о них знаем, в общем-то, все, а в плане их жизни мы пока о них почти ничего и не знаем. И в этом смысле они еще действительно не были совсем людьми, потому что у многих людей представление о человеке это все-таки не о том, какой у него там височная кость устроена, а то, что он делает. А здесь жизнь у них была, ну на слонов они охотились, орудия делали. Но вот что-то такое сугубо специфически человеческое как-то у них не особо было. И на этом я, собственно, заканчиваю. То есть люди, прямоходящие, особый странный вид, миллион лет, можно сказать, такая эпоха застоя в каком-то смысле, но которые, тем не менее, стали нами. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вам представлены вопросы, я предлагаю вас, Георгий вам несколько вопросов задаст, а вы на них, Георгий, кратко ответите. Прошу, Георгий. Тут, на самом деле, у меня аж 10 вопросов, поэтому я вам выберу 2, не знаю. Когда? 2. Если у вас время на 3. Вопрос такой. Из всякой науки о человеке следуют практические выводы. Какие практические уроки мы можем извлечь из этой вашей антропологии? Ну вот из этой нашей антропологии практического, как бы то, что не надо уничтожать средуопитания, потому что там, где вот эти древние люди уничтожали свою средуопитания, они вымирали. Из антропологии, как вообще в целом антропологии, 90% антропологов они не занимаются этими черепами, знаете, их не знают. Они занимаются детьми, стариками, спортивной антропологией, там болезни и все такое. Там прямые практические выводы. Диагностика болезни, профилактика и так далее. Спасибо. Расскажите, о чем рассказала расшифровка кинома вот этого самого гейдеберского человека? Она рассказала, во-первых, когда расшифрована была метахондриальная ДНК, что они удивительно похожи на денисовцев. И тут все очень напряглись, потому что денисовцы на Латае, а Симодлуцос в Испании, как бы немножко не рядом. А потомки этих гильдергенцев это неандертальцы, которые на денисовцев не похожи. И живут в Европе, там же в Испании. А когда была расшифрована наконец-то ядерная ДНК, и вот сейчас в сентябре, по-моему, была статья, или не было еще статьи, была уже, по-моему, ну, тезисы, по крайней мере, были. То было показано, что ядерная ДНК у них все-таки ближе к неандертальской. И все выдохнули и сказали, ну, слава богу, что метахондриальная, бог с ней, как бы она может быть какой угодно. А главное, что ядерная неандертальская. И тут морфология опять победила, потому что морфология уже сто лет назад показала, что они предки неандертальцев. Ну, генетики опять открыли велосипед через один раз. Спасибо. Что можно сказать, допустим, если говорить о тех же самых эректусах? Они же там эргастеры и еще неизвестно кто, а в их рационе они ели много всего, но вот они ели, например, слонов. Они ели все, что вообще двигалось и шевелилось. Они ели ракушки, потому что есть другие находки там же с дырочками, где они их проковыривали, чтобы открыть. Ели они все подряд. Все очень просто. И на самом деле это касается не только эректусов, это касается всех, начиная от хаббелесов до современного человека. То есть все, что можно съесть, все должно быть съедено. Когда вы придете домой и заглянете в холодильник, вы в этом убедитесь. Спасибо. Ответ на вопросы слушателей. Прошу, вот эта девушка так тянет руку. У меня была... сейчас вам пишет микрофон, пишет. Представьтесь. Зоя меня зовут. Я хотела спросить, чем по вашим предполагинам связано то, что количество черепов до эректусов было, как вы сказали, просто огромным по сравнению с тем, что потом, детских черепов. я, во-первых, не исключаю того, что причина, опять же, просто фономия, потому что большая часть вот этих иванских находок это перемытые отложения. Маленькие черепа просто могли быть раздолбаны при перекатывании водой. А второе, то, что, опять же, те, кто их находят, это обычно случайные находки, на большую череп они внимания обращают, а на маленькие осколки маленького они внимания не обращают. Допускаю, что так. А какие-то еще предположения нету в связи с тем, что как-то, может быть, отношение как-то, ну, не знаю. Нет, бывает, да, всякие хитрые там обряды погребения по возрастам, что там детей особо, взрослых особо, но для эректусов нету ни одного случая, когда бы было доказано, что они хоть как-то минимально намеренно были погребены. То есть это все время случайные находки, абы как вот тело лежит где-то там в отложениях плотного потока. Почему у нас их, в принципе, не так много, как хотелось бы, потому что вот, когда начали хоронить, ну, там, гельдебрегенсы, неандертальцы, там уже у нас куча этих костей, потому что в погребении все сохраняется прекрасно. А они не хоронили, судя по всему. Поэтому предположить, что взрослых они не хоронили, а детей не хоронили, как-то особенно, что от них ничего не сохранялось, толкли их в муку там, но как-то это странно было бы. Так что я думаю, тут бритва акамы вполне себе отрезает, просто что они маленькие, плохо сохранялись, их плохо искали. Вот и все. Здравствуйте, Алексей, Санкт-Петербург. Недавно в Якутии были обнаружены какие-то примитивные люди и примитивные инструменты про орудие труда недалеко от реки Ботумы. И все местные жители утверждают, первый человек, два миллиона лет, а палеонтологи, с которыми я говорил, говорят нет. И мне, соответственно, очень интересно, что это за люди и сколько лет. Ну это вот то, что Мачанов находят там эти орудия. Ну как, якутская археология это такая особая археология, потому что она в отрыве от всей остальной археологии человечества существует. И ясное дело, это не только якутская на самом деле. Любой археолог считает, что человек появился в его личной яме. Вот прямо вот где он копает, здесь вот он и появился, вот на этом месте. Поэтому каждый будет считать, что у него самый, ну не у всех, слава богу, но довольно регулярно бывает, что чем древнее, тем лучше. Причем заметьте, что сам археолог этого может и не утверждать. Это еще потом пересказы, опять же, местных жителей, журналистов, там бог знает кого. И возникают вот эти идеи, что вот у нас что-то нашли, ну наверное, это было до пирамид, это было там, елки-палки, очень давно. Вот и наверное, что-то особенное. Нашли ты в итоге что? Ну, по вашему описанию, я вообще не очень понял, что нашли. Но в Якутии регулярно что-нибудь находят. То есть там есть находки костей, самые древние, это уже в планете Сапиенсы, ничего древнее Сапиенсов там не найдено до сих пор. То есть, ну как вот мы сегодня услышали, может быть там неандертальцы и то, то что вот там эти мамонт фрезали, как бы по логике все равно это Сапиенсы. Но так по датировке 45 тысяч лет могли и неандертальцы быть, в принципе. Чисто в теории, почему нет? Но на практике, как бы никто там мустей не находил, насколько мне известно, и неандертальцы тоже там не найдены. Вот в северне Алтая там нет ничего. А так, как бы кости Сапиентные, орудия там бывают очень странные, ну допустим, в Деринк-Юряхе, там такая вполне галичная культура, но там есть сомнение, что орудия ли это, и вообще какая там датировка. Потому что орудия типа галичных делали чукчи в 18 веке еще вообще так, на всякий случай. Вот иногда. То есть они могли сделать шикарные орудия, но если надо, я не знаю, какого-нибудь маржа разделать, он быстро сделал чоппер и разделал этого маржа. То есть во всей вообще вот истории человечества, культурной, во всей археологии есть такое правило, что примитивные формы орудий им стоит начаться, они будут до современности по полной программе. Вот. То есть по типу самого орудия, отдельно взятого, можно продатировать самую большую датировку, но нельзя самую маленькую. То есть оно не могло возникнуть раньше, чем возникло, а позже оно могло существовать, сколько влезет. Вот. Ну и в Якутии то же самое. Тем более, опять же, там не везде есть нормальные камни, как бы выходы пород от самих по себе. Если порода не очень, ну какой-нибудь кварц там вообще, да, ну будут они из этого кварца колоть, что колется. И будут они орудия очень примитивно выглядеть. А при этом они будут вполне себе сапиенсы продвинутые. Ну будут делать вообще там из рога, допустим, орудия. Так, коллеги. Георгий, прошу вас. Вот так, пока далеко. Вот, здесь у меня. Здравствуйте, зовут Кирилл. Хотел бы узнать, вот говорят, что у неандертальцев есть несколько процентов, ой, у современных людей есть несколько процентов генов неандертальцев. Есть ли какие-то мелкие детали в морфологии черепа, костей, которые передались с современным европейцем? Ну, поскольку эта примесь была примешана в самом оптимистичном варианте 30 тысяч лет назад, а генетики обычно говорят о больше 100 тысяч лет назад, то за это время с примесями, без примесей морфология уже поменялась вообще довольно основательно. Поэтому что-то такое вот в строении черепа от неандертальцев нам, видимо, напрямую не досталось ничего. Потому что у нас нету целых генов неандертальских. У нас есть отдельные замены в геноме, а строение какой-то там черты черепа это куча генов на самом деле полноценно работающих. Поэтому некоторые особенности нам от неандертальцев может быть досталось и чем больше исследуют, тем больше находят. Ну, может быть, допустим, светлый цвет кожи как вариант. Но и то еще не факт. Последняя была статья, что склонность к депрессии допустим могла там передаться. Но такого, чтобы прямо там не знаю выступающие челюсти, какой-нибудь узкий нос там еще что-нибудь такое от неандертальцев этого нет. Поэтому когда обнаруживается современный человек действительно внешне в чем-то похожий на неандертальцев это просто случайность. В принципе не такие уж там запредельные вообще отличия. Ну, разница там 3 миллиметра допустим. Чтобы нельзя было, чтобы это случайно совпало. То есть напрямую внешность от неандертальцев до нас не дошла. это могло быть еще там 40 тысяч лет назад вот у непосредственных метисов, а сейчас уже. Здравствуйте. Меня зовут Андриан. Я из Петербурга. Вот, к сожалению, у меня нет систематического образования около биологического. Вот, я, к сожалению, по группу дизайнера. тем не менее вопрос может быть он очевидный, но от меня он скользает. Откуда поступают сигналы о находках? То есть, например, это только от институтов каких-то или от обывателей тоже? И вопрос, который из этого исходит, например, если я в огороде нашел у себя не голодоны, например, остатки, то куда звонить? Занимается ли кто-нибудь этим какая-то логистика существует ли по соединению находок со специальным? Ну, к сожалению, какой-то централизованной службы дозвона типа там 911 такого пока что-то как-то не придумали. Если у вас мегалодон в огороде, то у вас, видимо, огород в Южной Америке. Но вообще, я не скажу цифру, условно говоря, половина находок обнаруживается именно случайно, при строительстве, просто вот именно что в огороде там еще как-то. И как бы сознательные граждане должны пойти в местный какой-нибудь музей, институт, ну, где есть умный человек, который понимает что-то в археологии. Не сообщить. Написать письмо на сайт к нам. И, на самом деле, огромнейшее количество находок было именно так сделано. Не целенаправленно искали, а просто случайно. Ну, в Сунгирь, допустим, стоянка, там был карьер глиняный, ковшом выворотили бивни мамонты. И теперь там же раскопали шикарную стоянку. А если бы плюнули и закопали все обратно, ну, не было бы теперь у нас скелетов в Сунгире. То есть, часть находок антропологи, специальные археологи ищут, ну, археологи чаще всего на самом деле. Ну, вот Кюнигсвальд, например, он ездил и прямо искал дюбуа, он прямо приехал и копал, устроил раскопки. Там не случайно было. Но часто бывает случайно, потому что антропологов и археологов мало, как бы они не могут всю планету прошарить и все поискать. Поэтому, если что-то находите, сигнализируйте как минимум в ближайшую какую-то ученую контору. Везде есть институт, археологи есть везде, антропологов мало, археологи есть где угодно. Все у нас копается, все под контролем, у нас, слава богу, в стране с этим более-менее все в порядке. Главное, чтобы до них информация дошла. Большое спасибо, Станислав. Я оставлю встречать.